Добрый день, дорогие зрители! В очередной раз в уютных стенах отеля «Гристоль» я с нетерпением, я повторяю это всегда, я с нетерпением жду своих гостей. Мои гости – это удивительные люди, они, как вот эти вот атланты, символ моей передачи, атланты с улицы Гоголя, одесские знаменитые атланты, держат на своих плечах землю, держат на своих плечах Одессу. Это атланты и кариатиды. Сегодня в гостях у меня удивительная женщина. Я познакомилась с ней недавно, у меня такое впечатление, что я знала ее всю жизнь и просто не пересекалась. А потом, когда встретила, я поняла, что это родной, близкий человек. Эта женщина по профессии спасает людей, но она спасает людей не только по профессии. Я знаю, что она помогает сейчас громадному количеству тех людей, которые нуждаются в ее помощи. Помощи врача, помощи замечательного, удивительного человека. У меня в гостях сегодня Алла Голобородько. Алла Голобородько – кандидат медицинских наук, куратор международных клинических исследований Одесской областной клинической больницы. Одесситка в третьем поколении, Алла Голобородько, родилась в обычной интеллигентной семье. В Одесской коммуналке в Софиевском переулке прошло ее детство. Алла окончила Одесский медицинский институт имени Пирогова. В 1983-м защитила кандидатскую диссертацию по нейрофизиологии. С 1985-го Алла Арнольдовна – консультант-невропатолог отделения нейрохирургии Одесской областной клинической больницы. В 1998-м году она начала важный этап в своей жизни – международные клинические исследования, которые развивает и сегодня в условиях многопрофильной больницы. Алла Голобородько замужем, имеет дочь Тину. Нести позитивное отношение к миру, радость и любовь – завет ее отца. Да, именно они являются принципами жизни Аллы Голобородько. У меня очень много возникло вопросов, которые я смогу сейчас задать тебе по ходу нашей беседы. Но в первую очередь я всегда, первая моя часть передачи, мне очень интересны истоки, потому что всем родом из детства и то, какими мы стали, это все где-то далеко-далеко заложили в нас наши родители. Я родилась в обычной одесской интеллигентной семье. Я горжусь тем, что я одесситка, ну так точно, в четвертом поколении. Я очень любила животных. У меня в доме всегда были очень много самых разнообразных. От ежиков, рыбок, кошек, птичек, хомяков и так далее. Полный набор, так сказать, животных у меня был. При том, что мы жили в коммунальной квартире, как многие одесситы. Я очень хотела заботиться о животных. Вообще, наверное, вот это качество заботиться – это, наверное, мое основное качество. Заботиться обо всех, кто нуждается в помощи. И изначально я хотела, в общем-то, стать ветеринарным врачом, заботиться о животных. Но потом я поняла, что более широко я смогу заботиться, когда я стану врачом. Тогда кровь моих подопечных, естественно, расширится. И так я попала в медицину. Ты закончила Одесский медицинский институт имени Вирогова тогда. Институт, я еще застала те традиции медицинского института, Ясиновского, Левину, Успенского. Это профессора, которая стоит о ней помнить, которая стоит следовать их жизненным принципам. Я понимаю, что медицина ушла далеко вперед, но основные принципы, по которым жили эти люди – это профессора старая. То, как они относились к пациентам, то, как они относились к своей профессии, с каким уважением. Я считаю, что мы должны следовать за ними. Уважение к профессии, к людям. Ты, знаешь, я думаю, что ты относишься к числу тех людей. Помнишь, как Фаина Раневская сказала, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак. Мне кажется, что несмотря на то, что ты много знаешь людей, ты продолжаешь их любить. Собак ты тоже любишь, но людей меньше любить, по-моему, не стало. Нет. Это, наверное, качество хорошего врача, который, видя постоянно боль, беду, как бы черстреет сердце, может быть, у некоторых. Но ты не из числа таких людей. Ты, мне кажется, всегда находишься на острие этих ощущений. Надеюсь, что я произвожу такое впечатление. Это так на самом деле. Скажи, ну, вначале, конечно, вначале была… Я знаю, что ты занималась всем, что было связано с удивительной тонкой областью человеческого мозга. Ну да, я еще на третьем курсе пришла в науку. И моим руководителем научным был совершенно гениальный человек, профессор, Руслан Федорович Макулькин, зав. кафедры патофизиологии. Я ему очень благодарна за умение мыслить. Вот он, как руководитель научный, не говорил, вот у тебя тема диссертации такая, вот ты возьми вот это, приложи вот это, перепиши вот это, скомпилируй вот это. Он этого не делал. Он учил мыслить. И я думаю, что все мы, ученики Руслана Федоровича, о нас немало. Я встречалась уже со своих передачек с теми, кто учился у него. Даже наш ректор, Валерий Николаевич Запорожан, он тоже ученик Руслана Федоровича Макулькина, он научил мыслить, мыслить в науке. И это мне помогло и в моей практической деятельности. Потому что мыслить широко должен каждый врач. Конечно. Мышление, клиническое мышление, говоря, да? То есть он должен видеть человека в комплексе. Обязательно. Узкая специализация – это уже удел консультантов, я считаю. Мне очень нравится система здравоохранения в Соединенных Штатах, где, собственно, ведет пациента врач internal medicine. Это понятие нашего терапевта, но в более широком смысле, потому что они занимаются реанимационными больными и больными с СПИДом. Это больные всех профилей. К ним в госпиталя попадают больные, у которых целый комплекс заболеваний, собственно, как и у нас. Но у них нет узкой специализации. Узкая специализация – только консультанты. Но я знаю, что вначале была скорая помощь. И удивительный опыт, и любовь к этому сложному делу. Я знаю, что это тоже было. Расскажи. Что рассказывать? У меня была маленькая дочь, и мне пришлось работать ночами на центральной подстанции. Много работать, тяжело работать. Не было условий для отдыха. Вроде не было медикаментов. Но это было очень интересное время. Это одно из моих любимых времен в моей жизни. Чем сложнее, тем интереснее. Ну да, наверное, характер. Такой, да? Характер боевой. Удивительный характер. Ты знаешь, я понимаю, что сегодняшний мир – это абсолютно правильно сказала. Мир удивительно нравственных врачей, которые передали свой опыт, и которые ты смогла впитать в себя. И мир потрясающих новых технологий. Это удивительно. Мне кажется, что если Украина сможет, сохранив это нравственное глубокое начало, взять то, что можно, новое, мы очень быстро можем развиваться и пойти вперед. Я очень на это надеюсь. Я знаю, что твоя дочь… Вот я сейчас хочу перескочить немножко, поскольку тут не могу не об этом сказать. Я видела удивительные фотографии твоей дочери. Я знаю, что она преподает и работает в Соединенных Штатах Америки. Работает. Несколько слов расскажи, пожалуйста, о ней. Потому что я понимаю, что это продолжение тебя, но уже вот в новом, таком технологическом каком-то мире. Ну, почему технологическом? Нет, это не технологический мир. Это, скорее, даже мир эмоций, мир знаний, мир профессионализма. И иногда я ей завидую. Правда, почему? Потому что уже сегодня, вот у нас врачебная семья уже, мой муж врач, я врач, и она врач. Так вот сегодня в комплексе она знает больше, чем мы. Да, где она сейчас работает? Она работает в Нью-Йорке, в госпитале Монте-Фиоры и преподает internal medicine, о котором я говорила, да, студентам и резидентам университета Альберта Эйнштейна. Я считаю, что она удивительно, потрясающе много помогает тем, кто нуждается здесь и сейчас, участникам АТО. Она находится как координатор в центре громадной работы, связанной с помощью которой американцы и те, кто любят Украину, и просто те, кто любят жизнь, передают, я знаю, к нам сюда. Да. Это так. Это так. Я хочу, чтобы наши зрители, мои зрители, которые смотрят эту передачу, узнали, что есть люди, которые удивительно любят страну. Для того, чтобы любить страну, правда, совсем не нужно в ней жить. Можно жить далеко-далеко, за многие тысячи километров, и посылать ток любви, и посылать все, что только можно. Все свои для этого усилия, для того, чтобы Украина сейчас выстояла, выдержала и стала только сильнее. Да. Хочу сказать, что это правда, это так. Я знаю, что и ты очень много помогаешь тоже. Я думаю, что все люди доброй воли, они помогают, потому что только добрая воля может победить. Ну, а как же для того, чтобы этот ужас, этот кошмар не пришел в наш город, чтобы Грады не бомбили оперный театр, не разрушали Приморский бульвар, не разрушали тот мир, в котором мы все живем и который мы все очень любим. Нужно помогать тем, кто нас защищает там, который держит там оборону. Я надеюсь, что люди, все-таки глядя на то, что там происходит, они поймут, что, во всяком случае, Одесса – это Украина. Да. И другого не дано. Да. И если сюда приходит иностранное государство непрошено, то, естественно, мы будем возражать против этого. Украина будет возражать. Поэтому мы будем делать все, чтобы здесь, как ты правильно сказала, никто ничего не бомбил. Никто ничего не разрушал, а только созидал. Потому что я говорила о том, что Алла сейчас является куратором международных клинических исследований. Я бы хотела, чтобы зрители наши поняли, что это такое. Это удивительно тонкая, интересная область, которая, может быть, для многих неизведанна и неизвестна. Давай немножко расскажем. Вокруг международных клинических исследований многоцентровых очень много инсинуаций. Наши люди по психологии своей настолько часто были обмануты, что, разуверившись во всем, они не могут поверить в то, что действительно к ним приходят с добром. И всегда ищут двойное дно. В клинических исследованиях двойного дна нет. Они к нам пришли сравнительно недавно у страны Украины. Потому что все лекарства, которые мы идем в аптеку и покупаем, они все проходят клинические исследования. Ни одно лекарство не выходит на рынок как лекарство. Я не говорю о биологических добавках. Как лекарство, как медицинский препарат. Рекомендуемый для лечения, ни одно лекарство не выходит на рынок без клинических исследований. Другое дело, что в основном все клинические исследования проходили на Западе. Потому что только лишь в демократическом обществе может быть клинические исследования иметь место. Там, где человек защищен? Там, где человек имеет право выбора. Участвовать или не участвовать. В стране, где диктатура, где начальник сказал «надо», а комсомол ответил «есть», в этих странах клинические исследования не проводятся априори. И только когда Украина начала строить демократическое общество, только тогда сюда пришли клинические исследования. Это было в конце 90-х годов. Клинические исследования – это исследования лекарственных препаратов. Они происходят исключительно сведомо и разрешение Министерства здравоохранения Украины. Это государственная программа? Это не государственная программа. Это программа, которая идет инициативой от спонсора, который синтезировал новое лекарственное средство. Хочет его проверить? И который должен, обязан для того, чтобы перед тем, как выпустить на рынок, это средство должно быть апробированным. В разных странах? Обязательно в разных странах, в разных этносах, в разных возрастных категориях, но при одинаковых условиях. Для того, чтобы можно было статистически обработать результаты. Поэтому есть протокол, который неукоснительно должен... Вот это есть условия, да? ...во всех странах мира. Этот протокол изучает Державный экспортный центр Министерства здравоохранения Украины. Под его контролем все это идет? Только под контролем. Все больные имеют централизованную страховку. На случай? На случай, если лекарственный препарат, который исследуется, нанес непоправимый ущерб здоровью пациента. То есть риск определенно есть? Обязательно есть. Вы идете к стоматологу, получаете инъекцию обезболивающего, анафилоксический шок, и что? И что? Да. Естественно, имеются побочные явления, и вот они-то, собственно говоря, и изучаются. Они-то изучаются, именно получаются. И изучаются клинические исследования. Это система доказательной медицины. Если пациент боится эксперимента на нем, это часто с этим встречалось, то я ему говорю, что, дорогой мой, процесс лечения и общения с врачом – это эксперимент. Сам по себе. Даже самый осведомленный врач не может предугадать, как данное лекарство окажет влияние. Это тоже эксперимент. Я уже не говорю о диссертациях, которые делаются в клиниках. При этом пациент порой не информируется о том, что, в общем-то, над ним делается эксперимент. В отличие от этого, в международных клинических исследованиях есть так называемый документ, который унифицирован во всех странах мира, вот где проходится исследование. И утверждается снова же Державным экспертным центром. Этот документ называется «Информация для пациента и информированное согласие». Этот документ может состоять из 5-7 листов, а может быть и 20-25 и более, где подробно описаны все свойства лекарственных препаратов, где подробно рассказано, какие могут быть побочные явления и так далее. Лекарственный препарат, чтобы вы понимали, проходит несколько этапов, когда он выходит на рынок. Сначала создается молекула, которая теоретически может быть эффективна. Эта молекула изучается на животных. Это доклиническое исследование. Потом идет клиническое исследование, первая фаза. Мы не должны навредить больному. Это первое. Я хочу сказать всем нашим пациентам, что наша главная забота – это не навредить вам, не сделать вам плохо. Для этого первая фаза – это изучение лекарственного препарата на здоровых добровольцах. Берется абсолютно здоровый человек, и ему вводится это лекарство. И смотрится, не повреждается ли его печень, почки, паренхматозные органы и так далее. Не оказывает ли он необратимого внимания влияние или обратимое влияние, какие побочные явления и так далее. Первая фаза в Украине практически не проходит. Нет этой фазы. Здесь только вторая фаза. Правила – да. Есть одна клиника, только, по-моему, в Харькове. А в основном это идет, начиная со второй фазы, где уже исследуется эффективность. То есть, когда спонсор, который синтезировал эту молекулу, убедился в том, что эта молекула безопасна для организма человека, тогда исследуется эффективность. Это вторая фаза. И мы смотрим, помогает или не помогает. Мы контролируем либо пустышкой, либо другим каким-нибудь эталонным препаратом. И третья фаза – это уже значительно большее количество пациентов, когда уже доказана эффективность, когда доказана безопасность. Третья фаза – это фаза уже доказательной медицины перед тем, как уже выпустить препарат на рынок. Мы снова же уточняем, нужно большее количество пациентов в разных странах, разных этносов. Мы исследуем этот препарат и смотрим на побочные явления. Мы смотрим более же точно, уже так это статистически. смотрим на эффективность, смотрим на сравнение с эталонным препаратом, который есть на рынке, если он есть на рынке. Потому что у некоторых болезней нет альтернативы на рынке. Я сразу хочу здесь спросить о том, что вы такой вопрос задаете. Я знаю, что вы исследуете некоторые заболевания, которые, к сожалению, еще до недавнего времени были вообще приговорами. Допустим, такие страшные заболевания, как рассеянный склероз. Я знаю, что благодаря тем исследованиям, которые вы проводите, есть люди, которые уже не один год живут. Самое главное. Самое главное. Потому что с этой болезнью можно долго-долго жить, но, к сожалению, полностью обездвиженном, тяжелейшем, страшном состоянии. Я таких людей видела. А я знаю, что благодаря вашим препаратам люди действуют, действительные, и люди продолжают жить. То есть фактически получается, это дорогущие препараты. Безумно. Да, они будут стоить совершенно невозможных денег. Во-первых. Во-вторых, у нас препараты сравнения. Препараты сравнения – эталонные препараты, которые есть на рынках Украины. Вы можете пойти их купить, но купить вы их просто не можете из-за того, что, в общем-то, приходится деньги вынимать из собственного кармана. Государственные программы по лечению рассеянного склероза не могут отхватить весь пул больных. Просто не в состоянии, на это нет ни денег, ни возможностей. Это первое. Второе. Те препараты, которые у нас на рынке, они недостаточно эффективны. Это правда. И поэтому, собственно говоря, и синтезируются новые препараты. Та же фирма ТЭВЭ, которая синтезировала революционный Капаксон, сейчас синтезировала Лаквинемод. У меня уже второй трайл идет с Лаквинемодом. И там достаточно много больных, и большинство больных на ногах. И слава Богу. Ты рассказывала о том, что ты была на конференции недавно научной, и там мне это произвело громадное впечатление. Вышел один из пациентов, который сказал. Да, есть даже общество пациентов, участников клинических исследований. Я об этом не знала. Узнала буквально недавно в Киеве, когда была на совещании как раз по клиническим исследованиям. Там выступал замминистра здравоохранения Украины. Говорил о том, как нужно это для Украины, для жителей Украины, как это важно. Но нас агитировать не надо. Мы и так это знаем, да. Но на меня тоже, честно говоря, произвело впечатление выступления этого пациента. Он рассказал, что у него семья, у него трое детей, он успешный бизнесмен. Он жив благодаря... Он так вынул пузырек такой и капсулу. Говорит, благодаря вот этой капсуле. Вот так вот он стоял, он очень эмоционально говорил. Я знаю радость жизни, я могу пойти в театр. Благодаря только этой капсуле. У него ВИЧ. И он уже живет пять лет на этих таблетках, на этих капсулах. И он уже идет исследование. Это удивительно. Да. Алла, знаешь, я недаром, я начинаю всегда с детства. И твое желание заботиться о людях, оно вот реализовалось. И я понимаю, я была у тебя в кабинете и видела этот удивительный кабинет человека творческого, человека, который занимается наукой. И такой кабинет я всегда увижу и никогда ни с каким кабинетом другим не спутаю. И я вижу, что ты человек, который помимо того, что заботится о людях, дает надежду людям. Это удивительно, когда человек в своих руках может держать надежду для неизлечимо больных людей. Я хочу сказать, что у меня в самом деле очень хороший критерий. Я правильно воспитанна, я всегда знаю и для себя определяю достояние человека. Вот и достоинство человека. Мне кажется, что человек, который имеет внутреннее достоинство, только такой человек может быть достоянием. Я считаю, что Алла Колобородьска является настоящим достоянием Одессы. Потому что я считаю, что ты, как никто другой, знает цену истинному достоинству и знает цену истинной надежды. В связи с этим я хочу... Это слышать. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но мне очень приятно это слышать. Спасибо за такое мнение, за такое доверие. Мы же людей просто все равно оцениваем. Ну, вообще да. В конце концов, мы хотим нравиться больше всего сами себе, потому что больше всего наедине друг с собой, сами с собой остаемся. Поэтому мы все делаем для того, чтобы получать удовольствие самим. Я думаю, что от того, что ты делаешь, ты получаешь удовольствие в первую очередь сама. И мне кажется, что ты можешь быть довольна собой. Мне во всяком случае так кажется. Я поэтому хочу тебе вот подарить этот диплом, который называется «Достояние Одессы». констатировать такой, как для меня, так абсолютно точный, ясный факт, что ты – достояние Одессы. Боже мой. Ну, спасибо за доверие. За доверие, за такое мнение. Я знаю, вы много видели, многих знаете. Да. И в силу профессии, потому что вы очень контактный, замечательный человек. Ну, спасибо большое. Мне очень приятно. Мне очень приятно. Я хочу сказать, что сегодня в гостях у меня была удивительная женщина, которая дает своим пациентам, тем, кого она лечит, надежду. Алла Голобородько, куратор международных клинических исследований, кандидат медицинских наук, человек, который, как никто другой, знает цену здоровья и возможности сделать человека здоровым. Удачи! До следующих встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова